Всем доброго времени суток, с вами Никита Петров во втором выпуске дебютной клиники новой рубрики шахматного феникса многим полюбившийся. И с момента выхода первого выпуска пришло мне достаточно много вопросов, связанных с теорией дебютов. Многие вопросы оказались достаточно интересными, ну и давайте, собственно, приступать к основной части этого видеоролика. Так, Артём Постников интересуется. Никита, как думаешь, есть ли шансы на перевес у белых в варианте защиты перцев-имцева? Е4, Д6, Д4, КНФ6, КНС3, Ж6, Ф4, СЛН, Ж7, КНФ3, Д0, СЛН, Д3, СП, ДС, ДС, Е5, КНД5, КНД5, ФРЗД5, ФРЗЕ2, СЛНФ5, СЛНФ5, ЖФ. Ну, собственно, считаю, что шанс на перевес, безусловно, у белых есть. Более того, вариант защерных не самый приятный для разыгрывания, и, как мне кажется, им стоит его избегать. Ну, а сейчас покажу, почему это так на доске. Е4, Д6, Пирц, Австрийская атака, вариант трёх пешек. Два ноля, ну да, и если чёрные хотят заставить у той идеи С5 работать, на мой взгляд, им надо играть С5 здесь. Такое действие, что на ДС у чёрных есть ход ФРЗЕ5. Ну, и здесь теория простирается, в общем-то, на много ходов вперёд. Вран достаточно модный. В принципе, я думаю, что чёрные должны здесь уравнивать. Ну, а Артём интересовался вот этим порядком ходов. И здесь С5. Опять же, ход С5 на воздать не лучше. Лучше играть конь А6 или конь С6, или даже, может быть, с ножей 4. Потому что после С5 действительно у белых есть сильный ответ ДС. Здесь ФРЗЕ5 уже не проходит, хотя бы по причине СД, поэтому надо брать на С5. Е5, конь Д5. Д5, ФРЗЕ5. Обратите внимание, чернопольный слон чёрных на Ж7 не очень хорош. ФРЗЕ2. Слон Ф5, не допуская неприятных. Вот слон Е4. Слон Ф5, ЖФ. Ну, и здесь у белых, в принципе, есть несколько путей к получению небольшого перереса. Мне нравится ход С4. Достаточно конкретный. Чёрному ФРЗЕу задаётся вопрос, куда он хочет отойти. Ну, и я здесь кратко разобрал два основных отступления. Это ФРЗЕ6. Ну, после ФРЗЕ6 белый просто играет Б3. Конь С6, слон Б2. И получается позиция, которая в некоторой степени характерна для каких-нибудь вариантов шотландской партии. Но у чёрных здесь плохая структура. Это достаточно пассивные фигуры. На мой взгляд, там будет стоить тяжёлая базовая уравнение без каких-либо гарантий. Ну, и ход ФРЗЕ4, он, может быть, несколько более интересный. Ну, и здесь после взятия-взятия КЖ5 начинает подвисать пешка на Е4. В принципе, чёрные должны играть Ф6, чтобы создать хоть какую-то контрагру. Ну, и здесь сильнее всего конь Е6, нападая на ладью, на слона и на вилку на С7. Вот ладит С8, вынужден. Белые бьют на Ф6, играют король Ф2. Ну, и на мой взгляд, чёрные здесь достаточно далеки от уравнения. Потому что всё-таки никакого преимущества в развитии у них нет. Пешка Е4 слабая. Ну, и в целом их структура, крючная структура оставляет желать лучшего. Так что я бы не стал беспокоиться, играя белыми, по поводу этого варианта. Мне кажется, это можно за белых только приветствовать. Ну, и приступаем к следующему вопросу. Михаил Нариманов спрашивает. Против чего плохо и хорошо расставлять белыми С4, Ж3, слон, Ж2, К3, К3, С3, Д3? Какой план в этой схеме? Под какой стиль игры она подходит? Что делается вторым нефанкетированным слоном и пешкой Е? Когда стоит Д3 заменять на Д4? Какая разница в этих ходах? Насколько важны темпы в такой расстановке, то есть сильные, меняются картины при переменении цвета? Любопытно хоть какие-то варианты и комментарии. Ну, на мой взгляд, Михаил забывает о том, что всё-таки шахматы конкретно игра, и играют не только белые. Потому что он даёт 6, даже 7 квадрат ходов за белых. И, разумеется, у чёрных есть различные способы реагирования на такой подход к разыгрыванию дебюта. И очень часто белым тоже надо реагировать в зависимости от того, что делают чёрные. То есть это вообще одна из особенностей шахмат по сравнению со многими относительно схожими играми. То, что в шахматах очень маленькая тоска, 8 на 8, действительно, действительно немного. А фигуры, и фигуры, и даже пешки при этом очень сильные, перемещаются они очень быстро. Создают угрозу тоже очень быстро. Поэтому о том, чтобы белыми можно было сделать 8 ходов подряд, не обращая внимания на действия чёрных, в принципе, говорить не приходится. То есть, если честно, я могу вообще упомянуть только одну, один вариант, при котором эта расстановка за белых проходит, вот в симметричном варианте английского начала. Действительно, белые обычно могут себе позволить сделать все эти ходы подряд. У него в 3 слон g7, 2-0, 2-0, d3, ну и думаю, что белые здесь не хуже, но и на перевес они, скорее всего, не претендуют. Мне кажется, что если белые хотят бороться за перевес, лучше играть d4, задавать чёрным конкретные вопросы. Потому что после d3 чёрные в крайнем случае могут ответить симметрично, и я не совсем понимаю, каким образом белые здесь могут извлечь выгоду из своего лишнего темпа. Ну, а касательно остальной части вопроса Михаила, ну, вот, смотрите, например, если белые играют c4, чёрные играют c6, белые продолжают расставляться согласно понятной схеме, g3, d5 уже висит пешка. То есть на слон g2 уже чёрные забирают материал, а ни о каком простом развитии речи не идёт. На d3, защищая эту пешку, чёрные могут взять, поменять ферзи и получить перевес. Уже на пятом ходу. То есть, ну, опять же, к шарфу там нельзя подходить настолько абстрактно. Чаще белые расставляют... Чаще белые спирают расстановку, связанную со староиндийской атакой. Например, кунь f3, d5, g3, кунь f6, слон g2, какой-то ход, и потом d3, 2, 0, кунь d2, e4. И тоже так реагировать можно далеко не против всех порядков ходов чёрных. То есть если чёрные сами быстро проводят e5, то эта расстановка с d3, кунь d2, e4 по меньшей мере не опасна, а зачастую может привести белых к некоторым неприятностям. Ну, я, конечно, извиняюсь за такой ответ, но, на мой взгляд, да, очень тяжело что-то сказать, когда в вопросе даётся 8 квадрат ходов за белых, а за чёрных ни одного. То есть... Условно говоря, это мой экстремальный пример. c4, e5, g3, кунь f6, слон g2, кунь c6, кунь f3, e4. Тут на вашего коня напали, и если вы играете кунь c3, его забирают. Понимаю, что это звучит довольно смешно, но... В общем, на такой вопрос отвечать тяжеловато. Рома Котомчин спрашивает. Расскажите, как играть, и какие идеи будут у чёрных после d4, кунь f6, c4, d5, cd. Ну, опять же, если отвечать на этот вопрос вкратце, то лучше чёрным и так не играть. Ну, а если хочется более развернуть объяснение, то, собственно говоря, пожалуйста. После d4, кунь f6, c4... У меня такое ощущение, что Рома перепутал этот вариант с более распространенным дебютом, а именно защита Рюнцвельда после c4, после кунь c3, g6... То есть, прошу прощения, после g6, кунь c3, d5. И это действительно обширная линия, которая требует отдельного рассмотрения, и даже не в формате дебютной клиники, безусловно. Ну, а порядок ходов, который привёл Рома, на ваш взгляд, за чёрным совсем неудачный, потому что после d5, cd, кунь d5... Обратите внимание, что у белых нет коня на c3, и у чёрных, соответственно, нет зацепки для размена. Это означает, что им предстоит потерять в будущем довольно много темпов. Ну, единственное... Иногда чёрные играют подобным образом с целью после e4. Я, кстати, сомневаюсь, что e4 это сильнейший ход. Кунь f6, кунь c3... Сыграет сразу e5. В смысле, это единственное обоснование вот такого порядка ходов. И здесь, после dxd1, у чёрных действительно получается некоторая... Некоторая контр-игра. Связанная с тем, что в будущем они сыграют кунь g4 и начнут приставать к этой лишней пешке. Белых. Ну, то есть на король d1 уже кунь g4, это билка на две пешки, и белая не удерживает свой лишний материал. Но на конь d1 есть конь e4 или сломб b4 шах. Другое дело, что даже здесь, после e5, белые не обязаны брать. Могут сыграть кунь f3. После ed, ферзь d4, ферзь d4, кунь d4. Получается почти равный, но всё-таки достаточно неприятный для чёрных эндшпиль. Точнее, переходная позиция без ферзей. Ну и что даже более неприятно. Вместо e4 белые могут сыграть кунь f3, с идеей следующим ходом пойти e4. Теперь идея e5 исключается, и у чёрных нет хорошего способа передать белым ход. То есть, например, после g6, e4, по сравнению с защитой Гренфульда, у чёрных нет размена на c3. То есть, они вынуждены терять ещё один темп. Ну и здесь, после конца c3, слон g7 h3, у белых большой позиционный перевес. Ну а после слона f5, которая как бы пытается оправдать весь этот варан за чёрных, теперь e4 не проведёшь. После конца c3 чёрные меняют коня. И в целом получают неплохую игру. Но, к сожалению, у белых есть сильный ответ конь d2. Теперь грозит вилка на e4, и чёрные вынуждены разбегаться своими фигурами из-под этой пешки. То есть, например, конь b6. Ну и здесь у белых и заранный позиционный перевес. Опять же, подводя итоги, можно сказать, что d4 и коня f6, c4 и d5 чёрным играть не следует. По избежанию получения худшей позиции уже после трёх ходов. Макс Алёхин уточняет. Как лучше реагировать чёрным на d4, d5, слон g5? Конь f6 или f6? Расскажите чуть-чуть вкратце. Второй вопрос. Считается ли это большая уступка, если белым играть в защиту Фелидора в первой руке? Ну, первый вопрос достаточно интересен. То есть, после d4 и d5, слон g5 играет крайне редко. В отличие от d4, конь f6, слон g5, где дебют Трамповского это одно из основных возражений за белых. После d4 и d5 тоже ход слон g5 возможен. В принципе, чёрные могут сыграть конь f6, как Макс упомянул в своём вопросе, и получают переход как раз-таки к дебюту Трамповского, к одному из его вариантов. То есть, d4 и конь f6, слон g5, d5, перестановка ходов. В принципе, я думаю, что чёрные здесь должны легко уравнять, но ход f6 сильнее. Ход f6 задаёт белому слону конкретные вопросы, и на слон f4 сильное продолжение конь f6. То есть, чёрные хотят сыграть конь f5 и даже не поменять слона, а начать тревожить его ходами h5, h4. И белым тяжело найти противодействие этому плану. То есть, например, на естественный ход e3 последует конь f5, слон g3, h5. h4 угроза, угроза поимки слона немного не мало, но она h3, чёрные бьют на g3 и портят белым структуру. Здесь и чёрных лучше. Хотя и не безоговорочно, потому что пешка на f6 тоже расположена не очень удачно. Но всё же, недостатки позиции белого здесь более существенные. Если же белый играет f3, с идеей обеспечить поле f2 своему слону, то всё равно, после конь c6, c3, e5, очень важный ход. У чёрных здесь богатая игра, до e последует конь f5, ну и белые отстают в развитии. Также у них недостаточное влияние в центре. В общем, белые здесь уже должны бороться за равенство, что удовлетворительным итогом дебюта признать нельзя. Ну и вообще, после слона h4 и конь h6 ничего хорошего, если честно, за белых не видно. То есть, в целом, на ход слон g5 я могу смело рекомендовать ответ f6. Другое дело, что, если честно, это знание вряд ли вам сильно поможет, потому что ход слон g5 встречается, может быть, в одной партии из тысячи после d4, d5, не чаще. Ну и второй вопрос по поводу защиты Фелидора в второй руке, точнее, в первой руке. Ну, в принципе, так играть можно. Например, более того, можно даже попутно создать чёрные некоторые неудобства. Например, можно сыграть конь f3, конь c6, e4, e5, но его здесь d3. И, в принципе, чёрные уже были вынуждены к развитию коня на c6. А лучше для них эта расстановка не совсем ясна. Другое дело, что, когда вы играете любой такой вот пассивный дебют в первой руке, то есть с лишним темпом, будь то защита Фелидора, или староиндийская защита, или ещё какой-то дебют, вы, конечно, можете рассчитывать на то, что вы уравняете без особых проблем, но предполагать, что у белых здесь будет перевес, на вас, да, несколько наивно. То есть, ну, конь f6, конь d2, d5, слон e2, слон c5, 2-0. С лишним темпом эта позиция была бы у чёрных даже предпочтительной, но и здесь после 2-0. Ну, конечно, вы можете так играть. Потом c3, ферк, c2, a3, b4. У белых типичные планы защиты Фелидора, поэтому они не должны считаться с некоторыми опасными планами, которые есть здесь при перемене цвета. Ну, и на серьёзный перерез в то же время белым рассчитывать не стоит. Если вы хорошо понимаете эти позиции и изучили их, то, конечно, так играть можно, никаких явных проблем с этим нет. Юрий Малышев задаётся вопросом. Как их отчёркнуть для перехвата инициативы после g4, d5, слон g2, слон g4, c5? Видимо, имеется в виду третий ход, c4. Хотелось бы немного более серьёзных вопросов, если честно, потому что дебют гроба, в принципе, вся ваша подготовка к дебюту гроба может сводиться к тому, что вы открываете честбейс или любую другую программу, оболочку, включаете любой движок, и в принципе, тому, что он покажет, можно доверить. Ну, конкретно да, мне кажется, что, несмотря на то, что вот это взятие пешки на g4 имеет дурную репутацию, я считаю, что она не заслужена. Это, на самом деле, одно из самых критических возражений. Я сомневаюсь, что белые здесь имеют даже равенство. c4, ну, очевидно, dc брать нельзя, если слон b7, c6, ферзь b3. Это единственный способ обосновать за белых эту жертву пешки. Конь f6. Да, мне кажется, что надо просто трекать конь f6, не обращая внимания на угрозу пешки b7. И, кстати, ферзь b7, конь d7. У чёрных, я хотел сказать, мощнейшая компенсация за пожертвованный материал, но самое смешное, что здесь даже нет никакого пожертвованного материала, а просто материала поровну. Белые уже потратили много темпов, и много темпов потратят в будущем. То есть после cd, cd, конь c3, e6 у чёрных просто лучше, причём лучше и зарядно. Поэтому вместо ферзь b7 чуть-чуть сильнее конь c3. И в некоторых, скажем так, статьях энтузиастов дебюта Грова считается, что здесь у белых есть контрагра, но она может действительно есть, но мне кажется, что за чёрных есть сильный ход ферзь d7. И перед белыми встают непростые проблемы, потому что на б7 защищено, следующим ходом чёрные хотят пойти e6, после чего у белых не будет ни малейшей компенсации за пожертвованный материал. То есть надо брать на d5, cd, надо брать на d5 второй раз, мы здесь конь c6. Я считаю, что белые довольно далеки от уравнения. Достаточно сильная Гроза слон e6. Вариантах чёрных играет конь d4. Опять же, нельзя забывать, что они могут просто взять на d5 и потом сыграть e6. Ну а белые недоразвиты. У них все, в принципе, большинство фигур стоят по местам, и развиваться им довольно неудобно в связи с конкретными углазными пациентами. В общем, я считаю, что такой позиции за чёрных после седьмого хода можно только радоваться. Белым предстоит тяжёлая борьба за уравнение. Надеюсь, что я достаточно подробно ответил на этот вопрос. Максим Глушко интересуется, можно ли играть на уровне сильного первого разряда хорошего КМС. Гамбит за чёрных, возникающий после ходов e4 и e5. Конь f3, конь c6. Солнце 4, конь f6. Конь g5, конь бьёт e4. В частности, вариант со взятием пешки слон f7. Так как после комбит f7, ферзер h4 до 0, конь f2, ладья f2, слон c5, король... Прошу прощения. В общем, я с трудом могу прочитать этот вариант, но при подготовке к этой дебютной клинике я всё-таки разобрался, что имеется в виду. Действительно, существует такой вариант. Если честно, полуловушечный в защите двух коней с конь g5. Здесь есть, помимо основных ходов d5, ну и слон c5, контр-атаки, трак-старающиеся, ход конь e4. Ход чисто ловушечный. Действительно, после коня f7, как Максим верно указал, чёрный играет в ферзер h4, нападая на мат, на 2-0, носит удар конь f2. Ладья f2, слон c5. Видимо, имеется в виду конь h8, слон f2, король h1, то есть, прошу прощения, король f1. Ну и вот здесь вот Максим даёт продолжение ферзер h4, король f2, ферзер h8 с небольшим перевесом у чёрных. В общем-то, эта оценка верна, но вместо этого у чёрных есть очень сильный ход слон b6, и в принципе, партия на этом заканчивается, потому что белые просто проигрывают. Висит мат на f2, на любую попытку защититься от мата здесь есть ход d5, и потом служит 4, и у чёрных разгром на атаку. Кстати, помимо d5 ещё есть интересный ход ферзер h4, и я думаю, что белым тут тоже не выжить. В общем, безусловно, если белые были бы обязаны брать на f7, то так бы играли бы все, на любом уровне. Но, а касательно вопроса, можно ли так играть на уровне первого разрада КМС, я отвечу, что сыграть так можно, а играть так нельзя. В том плане, что избрать ход конь d4 основным ответом на конь d5 было бы просто глупо. Потому что, безусловно, один раз вы можете застать своего соперника врасплох, но второй раз он к вам подготовится, и после конь e4 побьёт на f7 не конём, а слоном. После короля e7 сделает сильный ход d4, и вы, скорее всего, проиграете партию, потому что потерять за чёрной здесь крайне опасно. В принципе, единственный ход, чтобы не проиграть сразу, это h6, на конь e4, король f7, но здесь белые могут играть d5, после кони d4, 2, 0. Материал равный, чёрный король f7 не прикален, белый уже готовы вскрывать позицию путём f4, и, в общем, в целом, дела чёрных здесь не завидны. Если вы не хотите получать крайне тяжёлую позицию чёрным после 9 ходов, то на постоянной основе лучше так не играть. Потому что, ну, скорее всего, вариант сомнительный. Алексей Бродавин интересуется, можно ли после e4 и коня f6 избежать главных вариантов защиты Алёхина, перейти к испанским мотивам. Есть ли способ? Каким другим не Алёхинским построением можно ещё перейти? Ну, в принципе, одно из основных преимуществ защиты Алёхина в том, что оно не даёт белым такого широкого выбора. После коня f6, как нетрудно заметить, висит пешка на e4, белым нужно каким-то образом решать эту проблему. Ну, конечно, можно срать d3 и перейти к уже упомянутой защите Фелидора в первой руке, но это вряд ли очень сильно с точки зрения борьбы за перевес. Можно, конечно, срать конь c3, но здесь после e5 получается либо венская партия, либо дебют четырёх коней. Это, пожалуй, ближе всего к испанским построениям из того, что я могу вам предложить. Здесь ход слон b5, эта позиция достаточно широко известна в теории. У чёрных два основных ответа, конь d4 и слон b4. Мне кажется, что слон b4 чуть посильнее. К тому же есть ход слон d6, тоже достаточно интересный. Ну, это совершенно другой дебют, вы можете его изучать. Другое дело, что после конь c3 чёрным боку сыграть не e5, а d5. Здесь, как не смешно, в принципе, после логичных действий со стороны обеих сторон может получиться один из основных вариантов французской защиты. Ну, а если же быть до конца откровенным, всё-таки защита Лёхи на слегка второсортный дебют. И чем учить венскую партию или дебют четырёх коней, которые, в принципе, не дают белым особых шансов на перевес, лучше всё-таки подобрать какую-нибудь одну схему против защиты Лёхи, например, вот эту. И, в общем-то, горе не знать. Не думаю, что... Конечно, вы можете не получить белым здесь перевес, но никаких проблем с тем, чтобы получить комфортную позицию, по дебюту быть не должно. Приступаем к следующему вопросу. Следующий вопрос довольно абстрактный от Рената Шерифурина. Как играть против сицилианского гамбита? Ну, вопрос, опять же, из серии, как играть против королевского гамбита, например, или как играть против первого хода Е4. Ответить на него тяжело. Тем более, что сицилианский гамбит, откровенно говоря, дебют слегка, опять же, второсортный. И играть можно по-разному. И вы не проиграете быстро. Основное продолжение АЦБ, А3, Д5. Действительно, у черных здесь нет особых проблем. Но я, в принципе, скорее порекомендую одно из других продолжений. Например, мне нравится ход Б6. Не принимают от гамбита. После БС, БС, К3, получается обычная сицилианская позиция. Но у белых и у черных отсутствуют пешки Б. Это, кстати, приводит к тому, что открытые сицилианские построения за белых уже вообще не обсуждаются. Потому что недостаток, слабость ферзерфланга в этом случае скажется. Скорее белые будут играть что-то... Каким-то образом пытаться использовать скрытие линии Б. Например, играет ладья Б1. Ну и вот здесь после хода А6, очень точного, как мне кажется, у черных нет никаких проблем. И к тому же, если вы на Б4 ответите Б6, то сможете застать своего соперника в распор практически наверняка. Потому что большинство людей, которые играют сицилианский гамбит, ход Б6 не изучают. Ну и другое, заслуживающее внимание в продолжении, это все-таки взять пешку. Ну и после А3 не играть Д5 и не играть БА, конечно. Ход БА, кстати, один из тех немногих, которые могут привести черных опасные позиции. Лучше стрелять Конь Ф6. Е5 Конь Д5. Ну, АБ здесь просто Д6. Получается позиция похожая на вариант Алапина. То есть ход С3, второй ход С3 сицилианки. Но даже с небольшим выигрышем темпов за черных. Ну, если белое место АБ играет Конь Ф3, то опять же черный никак не реагирует на напряжение на ферзем фланге. Играет Конь С6. По С4 можно ответить Конь Б6, потом Д6. Или Е6, потом Д6. В любом случае проблем быть не должно. Ну, АБ тоже Д6. Слом Б5, Е6. Я считаю, что черные здесь должны достаточно комфортно уравнять. Ну, опять же, наверняка есть и другие пути к хорошей позиции за черных. Повторюсь, постарайтесь задавать более конкретные вопросы. Например, селинанский гамбит может возникать не только после второго хода Б4, но, например, после Конь Ф3 Д6 Б4. Но, опять же, я не могу объять необъятное. Если вы не уточняете в вашем вопросе, про какую позицию идет речь, то я буду избирать позицию на свое усмотрение. Лилия Шафикова, прошу прощения, если неправильно произношу фамилию, спрашивает. Добрый день. Поясните, пожалуйста, основные идеи в варианте французской защиты Е4, Е6, Д4, Д5, Е5. Закрытый вариант. Варианты игра белыми. Коих идеях вариантов за черным стоит опасаться в первую очередь? Уровень соперников второй и третий разряд. Каково ваше личное отношение к третьему ходу Е5, и какую альтернативу считаете наиболее достойной? Спасибо. Ну, в общем-то, мое отношение, наверное, к этому варианту совпадает с отношением большинства калифицированных шахматистов. Вариант неплохой, один из основных. Лично я считаю, что все-таки немного больше шансов на перевес дает белым третьим ход Конь С3, но он требует также значительно более глубокого знания теории. Ход Е5 неплохой. Приводит к стандартным французским структурам, где у белых перевес в пространстве на крыльевском фланге, а черные пытаются подрывать эту пешечную цепь. Ну, и вот я здесь попытался стрелочками отметить основные идеи. То есть, в принципе, черные, если они ничего не делают, постепенно белые начинают наращивать свой перевес, основываясь на вот этом пешечном клине на крыльевском фланге. То есть, черные должны атаковать либо пешку Д4, либо пешку Е5. То есть, достигается это перевод на ферзя на Б6. Коня Ж8 на Ф5. То есть, играем Конь С6, начинаем давить на пешку Д. В принципе, игра белых в дебюте тоже достаточно проста. Они должны просто защищать эту пешку. Если они удержат центр в неприкосновенности, то в предстоящем метельшпиле должны иметь лучшие шансы. Ну и важно не забывать, что во многих позициях белым полезно сыграть А3 и Б4, чтобы, во-первых, захватить пространство на ферзьевом фланге, а во-вторых, вынудить черных каким-то образом определиться с пешками С5 и С3. Ну и поскольку в вопросе было уточнение по разряд, и то, каких идей стоит особенно опасаться, я считаю, что за черных неплоха, особенно на низком уровне, схема с ходами ферзь Б6 к у нее в 3 слон Д7. Ее действительно стоит опасаться, потому что идея черных заключается в том, что они меняют своего плохого слона на хорошего слона белых. И, в общем-то, это действительно может оказаться достаточно неприятно. То есть после какого-нибудь А3 слон Б5, слон Б5, ферзь Б5, но эта позиция уже в пользу черных, потому что белым крайне тяжело будет наращивать какую-то инициативу на королевском фланге без белопольного слона, ну а черные избавились от своей самой плохой фигуры. То есть вот такого сценария стоит избегать во что бы то ни стало. Конкретно после ферз Б6, кони в 3 слон Д7, мне кажется, что за белых очень хорош, очень силен конкретный вариант слон Е2, слон Б5 и С4. И здесь, скорее всего, белые в предстоящего стреля получают перевес. Ну, опять же, повторю, что ход Е5 вполне достойный, добротно играть так можно. Игнат, видимо, Игнат Юрьевич, это, видимо, отчество, а не фамилия, интересуется, какую систему в испанской партии за черных я порекомендовал бы игроку примерно второго разряда желающего будущего повысить уровень своей игры. В двух случаях. Первый случай такой. Ваш подопечный игрок активного, динамичного стиля неплохо видит тактику. Хорошие памятные варианты. И второй случай. Игрок лучше воспринимает идеи и схемы. Перегружать слишком сложными вариантами его нежелательно. Если есть какие-то видео или обучающие материалы, буду признателен. Спасибо за рубрику и за квалифицированную помощь любителям. Спасибо вам за такой хороший отзыв о моей рубрике. Ну, а касательно вопроса, опять же, в испанской партии, конечно, белые могут задолго до, скажем так, наступления основных линий, они могут уклониться. Например, они могут здесь сыграть разменные варианты. Я так понимаю, что вопрос не об этом. Будем считать, что белые идут по главной линии. 2-0, слон е7, слон е1, b5, слон b3, 2-0. Ну, вот, точнее, не 2-0, а первый вариант это 2-0. Я считаю, что для шахматиста, у которого хорошая памятная вариант активного динамичного стиля, в особенности уровня второго разряда, идеальный выбор это маршал, контратака маршала, после 2-0 c3, черные играют d5, ну и в случае какого-то, например, антимаршала с ходом h3, черные тоже ориентируются на варианты с ходом d5. Я не буду здесь вдаваться в теорию, это вы сможете как раз таки сделать, пользуясь теми обучающими материалами, которые я постараюсь вам скинуть личным сообщением вконтакте. Ну, а пока скажу, что есть хорошая книга, хорошая новая книга Веррелла Балагана, посвященная контратаке маршала за черных. Есть тоже новая книга сильного греческого мастера Николаса Нитирлиса, которая лично у меня есть, я считаю, что очень хорошая книга. Есть видеоролики Иоанна Густавсона, тоже весьма неплохого качества, хоть и немного устаревший. Ну и в принципе, контратака маршала, это хороший дебют за черных, он находится сейчас в хорошем состоянии, настолько в хорошем состоянии, что белые даже часто пытаются его избегать. Ну да, контратака маршала возникает после вот этих ходов, здесь концы шеи за черных, после д4, это один из популярных ответов за белых. Черные жертвуют пешку, но организуют фигурное давление на королевский фланг. В общем-то, эта позиция известна уже практически сто лет, если не больше. Ну и, конечно, такая игра будет хорошего видения тактики и, безусловно, хорошей памяти, потому что во многих случаях теория здесь простирается довольно глубоко. Но, в особенности на уровне второго разрада, есть шанс, что если вы ознакомитесь с, собственно говоря, с теорией этого варианта, то велика вероятность, что застанете вашего соперника врасплох и можете одержать достаточно быстро блестящую победу за черных здесь. Ну и второй случай касался той ситуации, если мой воображаемый подопечный не очень любит считать варианты и, опять же, не очень любит запоминать длинные теоретические продолжения. Опять же, тут могут быть различные подходы к постановке диута, но мне кажется, что хорошим вариантом была бы система Брэрера, которая возникает после ходов Д6, С3. Два ноля, Аш-3, конь Б8. Ну, во-первых, опять же, дебют за черных очень добротный, так играл, в частности, десятый чемпион мира Спаски. Я рекомендую, вообще, если вы все-таки собираетесь играть в систему Брэрера, посмотреть любую партию. Партия очень поучительная и без ознакомления с этими партиями Брэрера довольно тяжело. Ну и также, помимо Спаскова, отмечу Анатолия Карпова и менее известного шахматиста, но тоже большого знатока системы Брэрера Яна Смейкала. Вот, если вы будете ориентироваться в дебюте на этих трех шахматистов, даже не заучивая какую-либо теорию, то уверен, что результаты в системе Брэрера у вас будут хорошие, безусловно, при наличии определенного позиционного понимания. Ну, опять же, основные планы черных здесь связаны с тем, что они переводят не очень удачно расположенного коня на С6, который в настоящий момент ограничен пешкой пешкой С. На более сильное поле Д7, потом играют слон Б7, ладья Е8, слон Ф8, Ж6, слон Ж7. Все фигуры черных расположены гармонично. Белые в этот момент, скорее всего, проводят Д4, ну а черные начинают подрывать эту конструкцию в центре путем С5. На самом деле, один из моих любимых вариантов за черных. Я считаю, что мало того, что получаются очень интересные позиции, где первый размен зачастую наступает не раньше 20-го хода, но и объективно. Состояние теории на следующий момент таково, что черные могут рассчитывать в системе Брэра на уравнение. Опять же, порекомендую видео Павла Ильянова по системе Брэра. И также ту же самую книгу Николана Сантиреса, в которой помимо Маршалла он покрывает также и систему Брэра, вариант Брэра. Ну, а если третий вариант, хотя меня в вопросе и не просили как бы об этом, но есть еще третий вариант, что мой гипотетический ученик, его стиль представляет собой нечто среднее между ярко выраженным позиционным шахматистом и тактиком. То есть, если мой подопечный универсал, то мне кажется, что неплохим выбором был бы архангельский вариант, который возникает после ходов. А6 на А4, конь Ф6, 2 0, Б5, слон Б3, слон С5. Здесь получается достаточно живая фигурная игра, но при этом не настолько острая, как в Маршале, но и не настолько насыщенная позиционными тонкостями, как система Брэра. То есть, это вот такой вот промежуточный вариант. Ну, опять же, постарался ответить на вопрос настолько подробно, насколько смог. Анна Болдова, опять же, прошу прощения, если неправильно произнес фамилию, задает вопрос. Здравствуйте, подскажите, как называется вариант сицелянки за черных Е4, С5, конь Ф3, конь С6, Д4, СД, конь Д4, Д5. И каково ваше отношение к этому варианту? Многие считают его некорректным. Ну, прошу прощения, я, к сожалению, совершенно не знаток названий вариантов, и, насколько мне известно, в, по крайней мере, в русскоязычной литературе этого варианта в принципе названия нет. Касательно моего отношения, я считаю, что вариант, безусловно, не некорректный, но достаточно сомнительный. Наибольшая проблема с ним, что не совсем понятно, зачем черными так играть. То есть, безусловно, черные не проигрывают, но позиции получаются не самые, скажем так, радостные. Сейчас конкретно объясню, почему так происходит. То есть, сицелянки, ясно, черные играют вот этот вариант с d5. Четвертым ходом d5. Опять же, единственное преимущество то, что многие потенциальные соперники будут к нему не готовы. Но даже без подготовки, весьма велика вероятность, что играющий белыми здесь ответит слон b5. По крайней мере, я всегда так поступал, когда против меня вблизь играли этот вариант. De, конь c6, ферзь d1, король d1, a6, слон a4. На самом деле, все эти ходы вынуждены за черных, в противном случае у них совсем нехорошая позиция. Слон d7, конь c3, слон c6, слон c6, bc, кунь e4. Ну и у белых немного лучше структура. Пешки c6, a6 слабые. На мой взгляд, у белых здесь есть определенный перевес. Другое дело, что, конечно, черных хоронить рано. У них есть контрагра, связанные с движением пешек e и f, но все-таки добровольно после 11 ходов получать такую позицию черного я бы не стал. Ну и есть, пожалуй, более серьезная проблема с этим вариантом. Помимо слон b5 у белых есть ход ed, ферзь d5, слон e3. Ну и в целом вот эту позицию можно сравнить с вариантом Алапина e4, c5, c3, d5, ed, ферзь d5. В дальнейшем белые проводят d4. Но по сравнению с вариантом Алапина есть важное изменение, что белая пешка на c2, а не на c3 и есть один лишний темп. И, конечно, ход c3 в позиции, например, после e6 за белых здесь не может быть сильнейшим. Вместо этого белые могут сыграть слон e2, конь f6, два ноля. В дальнейшем они сыграют либо c4, конь c3, либо сразу конь c3. Но вот черные здесь достаточно далеки от уравнения. Они отстают в развитии и потеряют еще несколько темпов на то, чтобы спрятать своего ферзя с d5. Ну и важное точнение, после слон e3 черные не могут делать внешне более активный ход e5. Потому что на e5 белая сыграет мц3, слон b4, конь db5. Но и вот эта позиция за черных уже близка и безнадежна. Их тылы, в частности палят c7, d6, слишком оставлены. Ну, на мой взгляд, этих двух вариантов уже достаточно, чтобы не применять за черных этот вариант на постоянной основе. Но сказать, что некорректно, я не могу. Вряд ли черные таким образом уравняют, но рассчитывать на позицию всего лишь с небольшим недовесом, они могут. Касательно названия, варианта, к сожалению, не могу подсказать. Опять же, насколько мне известно, вариант названия не имеет. В общем-то, это бывает не так уж редко. Евгений Ещенко на самом деле в этом выпуске задал несколько вопросов. И самый первый из них такой. Какой лучший ход белых в позиции после d4, конь f6, конь f3, g6, g3, слон g7, слон g2, короткая архировка, короткая архировка, d6. И какой план игры белых? Ну, опять же, задавать вопрос о плане игры белых в позиции, которая встречалась во многих, многих тысячах партий, на мой взгляд, не совсем корректно. к тому же, учитывая то, что, в принципе, в принципе, прошу прощения, не совсем помню, какой Евгений здесь предложил порядок ходов. Да, d4, конь f6. Так вот, задавать вопрос, какой у белых план игры после шести ходов в неопределившейся позиции, наверное, взять неправильно, потому что план игры за белых во многом зависит от того, какие действия будут предпринимать черные. Но, кстати, до лучшего хода, лично я слабо сомневаюсь в том, что лучший ход за белых объективно здесь должен быть ход c4, с переходом к основным позициям сторондийской защиты. В некоторых партиях я здесь баловался ходом конь c3, но ход конь c3 вряд ли может быть серьезной претензией на перевес, потому что, в первую очередь, у черных есть сильный ответ d5. И несмотря на потерю темпа, черные здесь в хорошей форме, потому что белый конь на c3 расположен не идеально. Но после c4, опять же, я затрудняюсь сказать, какой здесь план игры у белых, потому что у черных есть два основных ответа. Первый — это конь c6, конь c3, a6. И здесь черные, так называемые югославские варианты, здесь черные будут пытаться организовать активную контур-игру на ферзьем фланге. Ну, а белые должны по возможности препятствовать этой контур-игре. И, возможно, в вариантах белые хотят сыграть d5, выгнать черного коня на а5, сыграть b3 и попытаться в будущем организовать прорыв e4, e5. Общий план такой. Ну и помимо конь c6, конечно, черные могут сыграть конь d7. И в этом случае велика вероятность возникновения структуры, характерной для зажива маратца. Здесь на ближайшие несколько ходов план белых заключается в том, чтобы препятствовать различным тактическим наскоком черных. Если белые смогут не потерять пешку e4, не прослабиться серьезно по черным полям, то в метельшпиле они могут рассчитывать на перевес ввиду, во-первых, преимуществ пространства, а во-вторых, потенциальной слабости пешки d6. Ну, прошу прощения, ответ, конечно, несколько абстрактный, но и вопрос был достаточно абстрактный. Второй вопрос от Евгения Ященко, что играть после d4, конь f6, а потом конь c3? На этот вопрос, с вашего позволения, отвечать не буду. В первую очередь по той причине, что в точности этот вопрос был задан мне, насколько я помню, Верой Сидоровой в первом выпуске дебютной клиники, и там я достаточно развернуто на него ответил. Безусловно, за тот месяц, что прошел между первым и вторым выпуском, даже меньше. Мое мнение сильно не поменялось. Олег Саламаха интересуется. Никита, твое мнение насчет возрождения итальянки на самом высоком уровне. Что это? Стремление уйти от обстрелившего Берлина, или же белые раскопали что-то новое, например, конь a3 от Ананда или конь e5 от Мамедова? И второй вопрос уже за черных. Дай, пожалуйста, рекомендацию за черных в принятом ферзьевом гамбите. Конкретно интересует вариант d4, d5, c4, dc, конь f3, конь f6, e3, e6, c4, c5, 2, 0, a6, a4. Ну, касательно первого вопроса, с чем связано все-таки то, что начали сильные шахматисты играть итальянку на высоком уровне, я считаю, что это именно стремление уйти от обстрелившего Берлина, потому что Берлин сейчас за черных держится как никогда хорошо, никаких серьезных претензий на перевес белой там найти не могут. Ну, а итальянка, я считаю, что это не то, что сезонное веяние, но вряд ли, вряд ли джока пьяна, которая сейчас очень популярна, продержится достаточно долгое время. То есть я не удивлюсь, если черные через несколько месяцев научатся легко уравнивать против нее, и вся популярность итальянки сойдет на нет. Потом, через два года, когда всем в очередной раз качать на ДС Берлин, шахматисты начнут играть, возможно, шотландку или деву четырех коней, опять же, варианты могут быть разные. Но серьезно предполагать, что итальянка или шотландка или любой другой дебют могут полноценно заменить испанскую партию, я лично не могу. Ну, а более конкретные уточнения, конь от Риатананда или конь Е5 от Мамедова, ну, конь Е5 от Мамедова в партии против короны, это все-таки, скорее, точечный удар по очень, очень конкретному порядку ходов за черных, и к тому же сам удар конь Е5, я анализировал ту партию, на мой взгляд, у белых объективно там ничего нет. Конь от Риатананда, это, конечно, совсем другое дело, конь от Риатананда это новый подход к, вообще, к разыгрыванию итальянской партии за белых. И это, безусловно, надо отметить. То есть, до этого белые всегда в Джокопьяно после ходов в Ц3 коньев 6, Д3, Д6, 2-0, А6, они всегда играли слом Б3. Ну, и здесь по слон А7, конь Д2, 2-0, ладья Е1. Ну, к примеру, то есть, ладья Е1, прошу прощения, кстати, неточный ход из-за конь Ж4, ладья Е2, король Х8, А3, Ф5, но это, опять же, не тема вопроса Олега. Да, пусть играли А3, А6, ладья Е1, и получалась там достаточно спокойная игра. В принципе, я не думаю, что белые здесь могут считывать на сколько-нибудь ощутимый перерез. Поэтому оказалось, что у черных в итальянке все совсем просто, но потом Анант придумал вот эту вот идею А4. Точнее, я не уверен, что это был Анант, возможно, это был один из его секундантов. Так или иначе, Анант начал применять ход А4, в частности, он применял его в турнире претендентов. Ну, я считаю, что то, как реагировал в партии против Ананта Анижгею весьма, весьма сильно. После А4 слон А7, конь А3, ну, идея белых такова, что они ходом А4 не захватывают пространство на ферзерфланге, но потом конь через А3 идет на С2, слон идет на Е3, таким образом конь С2 поддерживает этот размен. Белые готовы взять конем на Е3, ну, и они, коне, делают вид, что если они проведут все эти маневры, то могут рассчитывать на небольшой перерез, за счет того, что слон С4 более активен, нежели слон С8. Ну, опять же, вызывает некоторые сомнения у меня, если честно. Ну, и что Анижгею, что Магнус Карлсон избирали здесь против Ананда ход конь Е7, и после конь С2, конь Ж6. Ну, вот конь С2, конь Ж6 была сыграна в недавней партии. Ананк Карлсон, и Магнус там достаточно комфортно уравнял, а в итоге победил. В общем, на данный момент вот эта линия А4 забила достаточно модная, применяется она практически на всех этажах, на всех уровнях мастерства, но я не думаю, что эта мода продлится больше, чем год или два. Сомневаюсь, что ход А4 ставит какие-то очень серьезные проблемы перед черными. Скорее, это да, это очередной способ получить более-менее свежую позицию и уклониться от Берлина. Ну, и второй вопрос от Олега касался варианта принятого ферзевого гамбита. После Д4 и Д5. С4 и ДС. Конь Ф3, конь Ф6. Ну, я подозреваю, что на самом деле Олег, который задает мне этот вопрос, на самом деле значительно лучший знаком с этим вариантом, чем я. Потому что я хоть и играл принятый ферзевого гамбита черных, но совершенно другие линии. И, насколько мне известно, наибольшая проблема для черных здесь создавал ход слом Б3, а ход А4 как раз-таки достаточно безвредный. Ну, и на самом деле я не порекомендую ничего того, что отличалось бы от мнения официальной теории. Я считаю, что черные должны играть или кунь Ц6, или ферзь Ц7. Ну, после кунь Ц6, кунь Ц3. Единственное, что я думаю, что стоит воздержаться от немедленного хода ферзь Ц7, потому что вот здесь после Д5 белые могут рассчитывать на какой-никакой перевес. Лучше срежать на Е7 сразу. Ну, и после тематического ферзь Е2, 2-0, Д1, ферзь Ц7. Получается достаточно стандартная для принятого ферзева гамбита ситуация. Это Б3, Б6. Ну, и я считаю, что черные здесь должны, в принципе, достаточно легко уравнять. Если же есть желание несколько сбить соперника с толку, то могу порекомендовать за черных более редкий, но, на мой взгляд, вполне жизнеспособный ход ферзь Ц7. Ну, очевидно, что черные намекают на возможность СД, слон на Ц4 расположен неустойчиво. Здесь после ферзь Е2, конь Ц6. Опять же, белые не могут провести Д5 из-за того, что у них уже ферзь стоит на Е2, и нет коня на Ц3. Конь Ц3, слон Е7. Опять же, сводится все к уже упомянутому варианту с приостановкой ходов после ладья Д1, 2-0. Б3, ладья Д8. Ну, это одна из террористических линий. Слон Б2, ЦД, ЕД. Конь А5, Д5. Конь Ц4, БЦ. ЕД, конь БЮД Д5. Конь БЮД Д5, ЦД, слон Ж4. Получается одна из, в общем-то, довольно распространенных теоретических табий. Не знаю, есть ли здесь у белых перевес. Даже если есть, он абсолютно микроскопический. Я думаю, что серьезно опасаться этой позиции черные не могут. В конце концов, у них два слона в открытой позиции. Насколько плохи могут быть такие итоги дебюта? Я думаю, что черные здесь достаточно легко уравняют. Ну, а если после ФРЦ7 белые играют Б3, то после конь Ц6, слон Б2, ЦД, ЕД, получается, в принципе, такая же петрушка. Тот же вид, только сбоку. Если белые играют вместо ЕД, КОН Д4, то, опять же, можно просто разменяться и закончить развитие путем слона Е7, 2, 0 и Б6. Каких-то серьезных проблем черные испытывать не должны. Другое дело, что, в принципе, самый характер позиции достаточно тоскливый, но тут уже претензии, я думаю, не ко мне, а к самому дебюту. Потому что все-таки принятый ферзевый гамбит, по крайней мере, на высоком уровне считается как способ получения достаточно сухой, скучной позиции, и в которой у черных довольно мало шансов на перехват, но великие шансы на уравнение и итоговый ничейный результат. Ну, опять же, на самом деле, я не очень сомневаюсь в том, что Олег знаком с тонкостями этой позиции лучше, чем я. Ну, ничего не поделаешь. Илья Дудукин задает достаточно интересный вопрос, точнее, даже целых два. На мой взгляд, оба этих вопроса объединяет одна интересная, скажем так, схожесть. Никита, приветствую. Интересно твое мнение о перспективах борьбы белых за перерез в паре вариантов, которые, кстати, могут возникнуть после конь f3. Конь f3, d6, d4, g6, c4, слон g7, конь c3. Мне кажется, это гибче, чем e4. e5, d, e, d, e, ферзь, d8, король d8. Сам я пытаюсь искать перевес после слона d2, но не всегда успешно. И второй вариант из короллсбада. Конь f3, d5, d4, конь f6, c4, e6, конь c3, c6, cd, e, d, слон g5, h6. Садея слон h4, слон f5, ферзь, b3, g5. Ну, достаточно любопытный вопрос. Целых два даже. Что интересно, оба этих вопроса касаются линий, которые очень редко поменяются на практике, которые, в принципе, обычно большинство шаматистов не очень-то заботят. Так, прошу прощения. Да, конь f3, d6, d4, g6. Ну, во-первых, если черные разыгрывают дебют через такой порядок ходов, то всегда надо считаться с тем, что белые могут сыграть e4, перейти либо в модерн. Кстати, вот в порядке ходов модерна, мне кажется, что за белых есть очень неприятный для черных ход слон c4. Ну, либо после коня f6, конь c3, слон g7 в одной из разновидностей защиты пирца у Фимцева. Ну, конечно, не все шаматисты, которые белыми играют d4, готовы идти в пирц, поэтому ход, третий ход c4 за белых, в принципе, вполне понятен. Слон g7, конь c3, но и здесь после коня f6 черные могут уйти в обычную старую диску. Ну, e5 действительно достаточно интересный ход. dfxd8. Должен признаться, что до, собственно говоря, подготовки к этому выпуску дебютной клиники все мои познания об этом варианте сводились к тому, что я знал о том, что он существует, но не более. Ну, немного поанализировал эту линию и тоже пришел к выводу, что, скорее всего, белым, если они хотят бороться за сколько-нибудь заметный перерез, надо играть слон d2. И, к сожалению, Илья не уточнил, какой ход за черных здесь его беспокоит. Ну, скажем так, по умолчанию я пришел к выводу, что это основной ход слон e6. Ну и после слон e6 я считаю, что на самом деле у белых есть определенные шансы на перерез. Я не знаю, почему настолько скептически Илья настроен. Я считаю, что после слона e6 белые должны играть 3-0. Ну и здесь либо король c8, либо конь d7. Посмотрим по порядку. То есть после король c8. В принципе, структура такова, что белые не могут себе позволить какие-то медленные действия, вроде e3 или e4. Потому что черные довольно гармоничное развитие. И более того, обратите внимание, что фигуры не загораживают их пешки f и e. Если черные быстро надвинут f5, e4, то даже белые могут испытать некоторые затруднения. Поэтому, как мне кажется, после король c8 надо сразу брать бка за рога, играть конь g5. Ответ черных вынужден. Солнце e4. e4. Опять же, ответ черных не спрашивают. Приходится брать на f1. Ладья аж на f1. Вроде как у черных лишняя пешка и нет особых слабостей. Но все-таки на f7 висит. И обратите внимание, что черным сильно не достает развития. Ход конь h6 вынужден. f4. Вскрывали игру. Ну и здесь, конечно, некоторая разбилка. В общем-то, позовещавшись с движком, я пришел к выводу, что наибольшие шансы на то, чтобы не получить плохую позицию черных после хода конь d7. Ну и здесь, достаточно неожиданно, белые играют не ff, скрывая линия f5, захватывая пространство на королевском фланге. И после конь f6, fg, hg. У белых есть сильный ответ конь d5, и на конь d5 конь f7. И, в общем-то, сколько я анализировал, я за черных здесь равенства найти не мог. Опять же, вариант кажется необязательным, но, как ни странно, черным по пути довольно тяжело уклониться. То есть, вся вот эта вот идея с быстрым надвижением f4 и f5, то есть на конь c6 тоже f5, на мой взгляд, ставит перед черными довольно серьезные проблемы. Обратите внимание, что ладьи не соединены, белые уже создают угрозу на королевском фланге, а включить ладью a8 в бой черным будет довольно тяжело. Поэтому, возможно, ход к c8 неоптимальный, сильнее все-таки конь d7. Но даже после конь d7 белые, в принципе, играют, согласно все тем же мотивам, конь g5, асман c4, e4, слон f1, ладья аш на f1. Черные не могут себе позволить защищать эту пешку королем, потому что белые набросятся на черных с другой стороны, и эта позиция очень тяжелая. Поэтому, опять же, после e4, размен-размен, надо играть конь f6. Вроде как это лучшая редакция за черных, потому что у них уже конь развит на d7, а король по-прежнему стоит на d8. Но в вариантах после f4, белым черным, прошу прощения, все равно надо как-то решать проблему короля. То есть после короля c8, f5, все сводится к уже рассмотренной позиции. Ну а после c6, f5, опять же, я считаю, что перед черными, несмотря на лишнюю пешку, стоят достаточно серьезные задачи здесь, и в особенности без должной подготовки уравнять шансы в этой позиции черным будет очень непросто. Так что, подытоживая, скажу, что, скорее всего, Илья ищет именно в том направлении, в котором нужно искать, и после слом d2 ясного уравнения за черных я не нашел. Ну и второй вопрос еще интересней, касается варианта короллсбада после конь f3, d5. Ну, я так понимаю, что порядок раз конь f3, d5 выбран специально для меня, потому что Илья знает, что конь f3 мой основной ход. Ну да, и получается короллсбад, причем, если честно, немного странно, опять же, что Илью вообще заботит эта позиция, потому что достаточно широко известно, что подобная разновидность короллсбада совершенно не опасна для черных. Тут он g5, h6, h4. Ну и даже после самого распространенного с черных здесь хода конь d7, на мой взгляд, в принципе, не думаю, что белые могут рассчитывать на серьезный перерез. Но слом f5 тоже очень интересный и, возможно, сильнее, чем конь d7. Действительно, если белые здесь играют не ферзь b3, а e3, то черные просто заканчивают развитие, и получается вот стандартная ситуация, что короллсбад, конь белых не очень удачно расположен на f3, а слон черных очень удачно расположен на f5. Скорее всего, белым придется играть слон d3, слон d3, ферзь d3, ну и это плохая для белых редакция кроллсбада, потому что плохой черный слон на c8 уже разменен, черные просто играют 2-0, потом ладея 8, конь e4, начинают типичную контр-игру на королевском фланге. Ну а так опешечное меньшинство, как известно, без белопольных слонов существенно теряет в силе. То есть, действительно, критический ответ после слоны f5 это ферзь b3, но здесь Илья дает ход g5 за черных, действительно, ход интересный. Я позволю себе вообще не, если честно, не анализировать этот ход, потому что, на мой взгляд, Илья упускает значительно более сильную возможность за черных после ферзь b3. Действительно, ферзь b6 играть не очень хочется, потому что белая может победить на f6 и испортить черную структуру, но есть сильный ход конь d7. На мой взгляд, именно белым сейчас уже надо бороться за равенство. То есть черные полностью таким образом игнорируют угрозу пешки b7, но если белые ее бьют, то после ферзь b7, ладья b8, ферзь c6, ну, компьютер дает здесь как сильнейший ход ферзь a7, но даже здесь после ладья b2 у черных очень сильная инициатива. Ну, а после ферзь c6 важно включить ход g5, на слон g3, ладья b2. И, несмотря на то, что у белых личная пешка, подозреваю, что им надо бороться не просто за равнение, а за спасение, и я сомневаюсь, что белые могут удержать эту позицию. Черные очень быстрые с контур-агрой, то есть слон b4, конь e4, ферзь a5, все эти угрозы висят в воздухе, и, скорее всего, белые просто в этой партии не успеют рахировать без потери материала. Таким образом, брать на b7 нельзя, а если брать на b7 нельзя, то предыдущий ход ферзь b3 в некоторой степени обессмысливается, потому что на e3 просто последует ферзь b6, ну, и думаю, что или а со мной согласится в том, что эту позицию приятнее играть черными, потому что, ну, здесь ферзь b6 уже не опасно, потому что на аб слон f6 не имеет смысла, черные бьют конем. В общем, так или иначе, не думаю, что белые могут рассчитывать на перерез, и действительно очень интересный ход слон f5, но, скорее всего, он сильнее, чем немедленная конь d7, и на ферзь b3 g5 довольно хорошо, но конь d7, я считаю, что просто решает все проблемы незамедлительно. Спасибо, Лея, за вопрос. Было довольно интересно на него отвечать. Сергей Соколенко присоединяется к многочисленным просьбам записать тематическое видео по паузу, по варианту паузы на сицилианской защите без коня на c6. Подобные видео помогают намного быстрее проникнуться идеями дебюта, чем сортировка многочисленных партий. Спасибо. Ну, в общем-то, когда-нибудь, возможно, действительно запишу обзор или даже дебютную лекцию по этому варианту. Достаточно долго я его играл за черных, но, так или иначе, надеюсь, что Сергей не ожидал от меня разбора варианта Паульсона в формате дебютной клиники, потому что это заняло бы очень много времени, а суть этой рубрики далеко не в этом. Но, поскольку действительно было много просьб, скажу, что, наверное, когда-нибудь в течение ближайших двух-трех месяцев я все-таки запишу разбор этого варианта. Ну, и, Сергей, не выключайте, не выключайте данное видео после того, как я ответил, или, правильнее будет сказать, не ответил на данный вопрос, потому что в будущем будет еще один вопрос, касающийся варианта Паульсона, как раз-таки, без Каульсона С6. Более конкретный. Александр Давидчик интересуется, как наиболее четко уравнять черными вариантами новой индийской защиты, КНФ3, КНФ6, С4, Е6, КНФ6, 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 КНФ7, КНФ3. Ну, опять же, насколько мне известно, этот вариант достаточно давно вышел из моды, и на то есть весьма явная причина. КНФ3, КНФ6, КНФ4, Е6, Ж3, Б6, С2, С7, ну и получается вот это вот Табиа новой индийской защиты. Кстати, на мой взгляд, это не самая лучшая редакция для черных, и вообще, как бы, как раз-таки, за белых этот порядок ходов против новой индийской защиты очень хорош, потому что черные лишаются возможности срагать слон А6 на ранней стадии партии. Ну, а вот ходь Д5 действительно был очень популярен в 80-е годы, но сейчас он вышел из моды, и на мой взгляд, не зря. После Д5, ЕД, КНФ4, на самом деле, это реально жертва пешки, то есть, белые не могут без сотрудничества со стороны черных быстро отрегать эту пешку, но они рассчитывают на организацию инициативы на королевском фланге. Другое дело, что вариант достаточно известен, и вот эта линия практически форсирована, Ц6, ЦД, КНД5. ЦД тоже возможно, но КНД5 действительно более надежно решает дебютные проблемы черных. КНФ5, КНЦ7, КНЦ3, в целом, ход Е4 тоже возможен, но он переводит к тому же самому. Ну, и, скорее всего, самое простое за черных, это просто сказать, Д5, Е4, кроме как Е4, у белых нет других ресурсов борьбы за инициативу, в противном случае черные просто заканчивают развитие, остаются со здоровой лишней пешкой, то есть, Е4 играть надо. Ну, и самое простое здесь это слон Ф6, ЕД, СД тоже возможно, но КНД5, скорее всего, более, удачно решает все проблемы. Белые, скорее всего, должны брать, другого, другого разумного хода за белых не видно. КНД5, СД, черный расставился личная пешка, но, конечно, пешка на Д5 очень слабая и в ближайшее время должна потеряться. В принципе, сильнейшая игра за белых как раз таки связана с тем, чтобы немедленно ее отыграть. КНД3, КНЦ6, КНД5, Ну, и здесь слон Е5, Ф4, то есть, кажется, что белые все еще сохраняют некоторое давление, то есть КНД5 несколько нависает над позицией черных, но если мы присмотримся к этой позиции, то станет понятно, что одной активной фигуры белым здесь недостаточно, и после Ф4, С8, черные достаточно легко уравнивают. Ну, и как раз таки, отвечая на вопрос Александра, я считаю, что именно эта линия обещает черным наибольший комфорт в их деле достижения равенства. Микита Бурден спрашивает, здравствуйте, каковы на ваш взгляд перспективы белых борьбе за перерез в варианте КНФ3, КНФ6, С4, Ж6, Д4, С7, Ж3, Д5? Каким образом они могут поставить перед соперником максимальные проблемы? Или, возможно, все-таки сильнее КНС3, имея в виду то, что соперник может разогнать защиту Грунфельда? В случае Старандийского я считаю за белых систему Ж3. Ну, в принципе, конечно, если вы против Старандийки играете Ж3, то, наверное, имеет смысл против Грунфельда тоже играть в варианте Ж3, хотя, безусловно, найти за белых там перевез задача непростая. То есть, Д4, КНФ6, КНФ3, Ж6, С4, С7, Ж3. Ну, скажу сразу, что я лично играю в этой позиции Ж3. Есть у меня некоторые здесь идеи. Сомневаюсь, что у белых объективно есть перевез, но некоторые проблемы перед цифровником поставить все-таки можно. Д5. Ну, и основной ход забыл здесь, конечно, ЦД, но вот, как раз-таки, после ЦД Конь Д5, с вами уже 2-0-2-0. Прошу прощения. Конь С6, Конь С3, Конь Б6. Я считаю, что шансы черных на уравнение здесь весьма велики. И, несмотря на вот ту хорошую партию, которую Гельфанд выиграл у Грещука в последней партии финального матча претендентов в Казани, в общем-то, с тех пор черные научились более комфортно уравнивать, и я не могу рекомендовать белым идти на эту позицию, если они хотят получить хотя бы минимальный перевес. Мне кажется, что немного больше шансов оставляет здесь ход Сон Ж2. после 2-0 2-0. Если черные играют С6, то можно играть либо Б3, либо СД. И белые все-таки могут рассчитывать здесь на небольшой перевес. Также интересный ход Ферс Б3. Ну, а если черные избирают основную линию ДС, то стоит присмотреться, во-первых, к новым изысканиям Владимира Крамника в этой позиции, после Коня 3-3 БЦ, С5. Именно такова основная линия за черных. Владимир вернулся здесь к давно забытой линии Конь Е5. То есть еще 10 лет назад вроде бы стало известно, что после Конь С6 черные здесь легко уровни. Но вот как бы не так. Недавно Крамник в Open турнире в кадре против Даниэля на Родицком играл Конь С4 и одержал белыми очень убедительную победу. Ну и также если есть желание можете ознакомиться с моей партией против сильного шведского гроссмейстера Нильса Гранделюса. В той партии я был белыми очень хорошо готов в дебюте и получил изрядный перерез. В итоге проиграл грубоим Зевком в районе 30-го хода, но к итогам дебюта это явно отношения не имеет. Так что я считаю, что у белых здесь есть шансы на получение небольшого давления. Ну конечно в случае если вы играете вместо Ж3 кунь С3 тоже шансы на получение перереза есть, но все-таки надо считаться с тем, что черные могут уйти в Гринфельд после Д5 СД кунь Д5 получаются основные позиции защиты Гринфельда, в которых теория простирается очень глубоко. Думаю, что для вас это не секрет. Если же после кунь С3 вас беспокоит только то, что соперник может уйти в Страндийскую защиту и вам не удастся сыграть Ж3, то я не совсем понимаю причину беспокойства, потому что что после Д6, что после 2-0 можно сыграть Ж3 и опять же после Д6 Лан-Ж2 получается обычно Страндийская, а после Д5 СД получается Гринфельд. Правда, тот вариант, в котором я считаю, что у белых шансы на перерез невелики. Ну, дело вкуса зависит от того, какие схемы вы предпочитаете. В целом, если вы предпочитаете фенкетировать вашего слона, то я не вижу причин не делать этого против Гринфельда тоже, потому что вот эти новые идеи Крамника, на мой взгляд, для черных достаточно неприятны. Виктор Подгрошный спрашивает. Здравствуйте, в прошлом ролике вы упоминали, что часто играете Конь Ф3, имея в виду переход в английское начало. Как относитесь к гамбитной системе Конь Ф3, Конь Ф6, С4, С5, Д4, СД, Конь Д4, Е5, Конь Б5, Д5. Если не ошибаюсь, это называется гамбит Вагоняна. Есть ли в ней четкий путь получения белыми перевеса? Если вы почитаете от нее уклониться, то как именно? Ну, собственно говоря, в своей практике я действительно от нее уклоняюсь, но совершенно не по той причине, что считаю этот вариант опасным для белых или вообще хорошим за черных. Уклоняюсь по совершенно другим причинам. Например, после Д4 СД, Конь Д4, Ж6, Конь С3, мне не нравится ход Д5, вариант рекомендовал Свидлер в своей недавней серии видео. Ну, и также есть другие нюансы, связанные с этим порядком командов. То есть, я играю обычно либо Конь С3, либо Ж3. Ну, а конкретно вот этот вот гамбитный вариант я считаю, что для черных не очень опасен. То есть, после Конь Б5, Д5, СД, С5, действительно, у черных есть некоторая инициатива. Но вот в самом лобовом теоретическом варианте 2 0, Ж3, Ферз Б6, Е3, Слон Ж4, Слон Е2, Слон Е2, Ферз Е2. В принципе, черные здесь, если они хотят получить хоть какую-то компенсацию, должны играть Е4. Ну, и вот здесь вот за белых есть не самый популярный, но очень сильный на мой взгляд ход А3. И после Конь Д7, Конь Д2, белые в дальнейшем сыграли от Б4, Слон Б2. Ну, и все равно здесь либо Слон Д6, либо Слон Н8. Ну, и всерьез полагать, что у черных здесь есть полноценная компенсация за пожертвованную пешку, я не могу. На мой взгляд, у белых лучше. И опасаться этого варианта, если хотя бы немного представлять, что в нем белые должны делать, не стоит. Если у вас есть какие-то более глубокие анализы за черных, и вы считаете, что черные здесь уравнивают, то дайте мне знать. Будет очень интересно с ними ознакомиться. Александра Савинова меня приветствует и интересует, насколько по вашему мнению корректен вариант Е4-Е5-ЕД-Конев-6, точнее, не по вашему, по моему мнению. Как белым использовать выгоды своего положения? Ну, это интересный вариант, теория, он считается, в общем-то, некорректным за черных, хотя, на мой взгляд, он лучше своей репутации. Е4-Е5-ЕД-Н, скорее всего, все-таки ход ферзьбет Д5-Немного сильнее, чем Конь-Ф6. Но, другое дело, что после Конь-Ф6 зачастую белые предпочитают вообще не связываться с основными вариантами. Здесь играют Конь-Ф3, но после Конь-Ф3 сложить 4, я считаю, что у черных есть неплохие шансы на постепенное уравнение, и белым все-таки объективно лучше играть Д4. Ну и да, я отмечу, что Ц4 цепляя за эту пешку не очень выгодно, потому что черные могут поясить Ц6 или Е6, и компенсация за пожертвованный материал довольно мощная. Вот Д4 другое дело. Дело в том, что после Ферзь Д5 Конь-Ц3 убила хорошая редакция обычной скандинавки. После Конь-Д5 можно смело играть Конь-Ф3. Ну и здесь, например, в основном варианте РЖ6 Ц4, Конь-Б6, Конь-Ц3, Слон-Ж7, Ц5, Конь-Д5, Слон-Ц4, Ц6, 2-0. Черных ожидают довольно тяжелые времена, поэтому в основном, особенно проиграв Блиц, шахматисты, избирающие этот вариант за черных, предпочитают играть Слон-Ж4, и действительно ход неплохой. После Конь-Ф3 опять все сводится к уже упомянутым упомянутым позициям, где у черных есть шансы на уравнение. Объективно самым сильным за белым здесь должен быть ход Ф3, так называемый профессиональный вариант. Я рекомендую ознакомиться с недавней партией Фабиана Карваны против Владимира Анищука в Чемпионате Соединенных Штатов. Карваны там белыми одержал убедительную победу. Ну, а основная теоретическая линия здесь такова. Слон-Ф5, Ж4, Слон-Ж6, С4, Е6, Конь-Ц3, ЕД, Ж5. Я понимаю, что это все выглядит за белым довольно рискованно, и шансы, что ваш соперник вообще когда-либо пойдет на эту позицию за белым довольно малы, но объективно, скорее всего, после Конь-Х5, Ф4, ДЦ, здесь либо Ф5, либо Слон-Е2 все-таки белые выигрывают фигуру. У черных есть довольно сильная за нее компенсация, но если мы потратим довольно много времени на анализ этой позиции, скорее всего, станет очевидно, что компенсация недостаточная, белые должны иметь здесь большой перевес. То есть, объективно, скорее всего, это сильнейшее возражение на весь этот вариант за черных, но в реальной практической партии понятное дело, что может произойти всякое. Играть так черными можно. Сергей Бугаевский интересуется, как черными играть в центральном дебюте. Дело в том, что белые в дальнейшем проводят слон д2 и длинная архировка. У черных нет активной игры. Ну, не совсем понятно, почему у черных нет активной контр-игры, потому что, как раз таки, мне казалось, контр-игра черных весьма активна. Действительно, одно время был всплеск популярности у этого дебюта за белых в середине нулевых, но всплеск давно угас, и на то есть объективные причины. После хода ходов ферзья 3, конь f6, конь c3, черным лучше всего играть по согласно основной теоретической рекомендации, то есть слон b4, слон d2, 2-0, 3-0, ладей 8. Неприятный рентген, ладей против ферзя, пешка e4, тактическая слабость. Белый, здесь два основных хода, слон c4, после слон c4 черные просто играют d6, и слон на c4, кстати, попадает под удары, то есть в примерном варианте f3, конь e5, слон b3, опять инициатива уже на стороне черных, и играть эту позицию белым достаточно неприятно. Если не верите, то включите движок и, скажем так, убедитесь. Ну и невооруженным взглядом видно, что черный уже готов развивать атаку на ферзь на фланге, а белый от атаки на королевском пока еще довольно далеки. К тому же слон на b3 это зацепка для движения пешки а. Поэтому чаще играет ферзь g3, но после ферзь g3 объективно у черных нет никаких проблем, что после ладья b3, e4, такой вот нехитрый тактический удар. Ну и возможно комбит e4 простой даже сильнее. И здесь после комбит e4 ладья b3, c3, слон e7, слон d3 важно запомнить, что у черных есть промежуточный ход слон h4. После ферзи f3 ладья a4 возможно позиция черных выглядит несколько подозрительно из-за такого странного расположения ладьи. Ну конкретно анализ показывает, что здесь бороться за равенство нужно именно белым. Костя Шиш утверждает, что Ярослав признан рекомендует в каталонском начале вариант со взятием на d5 после проведения белыми e4. Ну да, длинный вариант, который в этот раз я читать не буду. Авиарат Балаган рекомендует за белых продвижение e4 и e5 на 10-м ходу с последующим cd. Какой вариант считаешь наиболее опасным для черных. Безусловно, тот вариант, который рекомендует Балаган. Более того, мне даже с трудом верится, что признант в данном порядке ходов рекомендует действительно брать на d5. Это очень странно, если честно. Сейчас объясню, почему. d4, d5. c4, e6, конь втригу, f6, обычный каталон, закрытый каталон. Кстати, последнее время популярность закрытого каталона за черных сильно падает, и, наверное, на это есть причина. c6, ферц c2, конь d7, конь d2, b6, e4, слон b7. Ну, слон b7 это один из двух возможных ходов, второй популярный ход это слон a6. Ну, и вот после слона a6 действительно белым нужно играть b3, ладья c8, ладья d1, c5, и вот здесь сильнее всего ed, ed слон b2. И в дальнейшем белый ферц в вариантах выскакивает на f5, и у белых здесь есть определенный шанс на ферц, в первую очередь связанный с тем, что слон a6 для подобной структуры расположен не очень хорошо и не создает достаточного противодействия слону на g2. В том же случае, если, как, собственно говоря, Костя указал в его вопросе черный разрывается на b7, на мой взгляд, безусловно, ход e5 значительно сильнее, чем ход ладья d1. И после e5, конь e8, cd, обратите внимание, пристонянии на f6 этот вариант был бы невозможен. cd, ладья e1, ладья c8, здесь что ход ферзь а4 основной, что ход ферзь b1, на мой взгляд, очень неприятный для черных, потому что после примерного конь c7, конь f1, а5, например, h4, получается структура характерная для в общем-то, староиндийской атаки, но очень хорошая редакция для белых, черные запаздывают с контр-игрой на ферзь на фланге, но у белых простое и понятное давление на королевском. И, в общем-то, при таком пешном клине на e5 защищаться черным будет непросто. Ну, а в варианте ладья d1 ладья c8 b3 c5 как раз-таки, на мой взгляд, после ed, ed, слаб b2 ввиду хорошего расположения основного на b7 шансы черных на уравнение весьма велики. Ну, таково лично мое мнение. В принципе, Ярослав признант видной теоретикой, если он рекомендует за белых играть вот именно так, наверное, он что-то имеет в виду. Если честно, видео, о котором Костя поминает в его вопросе, я не смотрел.